Говоря о первом месяце курортного сезона, Дмитрий Казак отметил небывалое количество туристов в отелях «Красные поляны летом» и практически заполненный номерной фонд всех построенных к Олимпийским играм гостиниц. «Вселяет оптимизм, что трехзвездочные гостиницы в горах сегодня заселены на 52%. Это очень неплохо. Сложнее с более дорогими гостиницами, но их там не так много. Гостиницы «Три звезды» заполнены на 52% вне сезона для гор. Это очень здорово. Здесь в городе Сочи на 85-87% заполнены гостиницы. Есть удовлетворение, есть уверенность в том, что это все будет востребовано. Сегодня администрация края, администрация города развернули рекламу ежедневных возможностей города Сочи, включая тот же Сочи парк, дальнейшие события, которые здесь будут проходить». Вице-премьеру и главе региона доложили о готовности трассы «Формулы-1» и всей инфраструктуры королевских гонок. Сегодня строительство объектов на завершающей стадии. Все работы на Сочинском этапе гран-при «Формулы-1» будут окончены до 10 августа. По словам Александра Ткачева, из-за небывалого ажиотажа на билеты принято решение установить дополнительную трибуну на 7 тысяч зрителей. В итоге стать болельщиками одного из самых зрелищных спортивных событий в мире смогут 55 тысяч человек. В ходе визита Дмитрий Казак и Александр Ткачев посетили и главный Олимпийский медиа-центр. В сентябре он впервые примет гостей участников Международного экономического форума. Огромная площадка в 155 тысяч квадратных метров оснащена спутниковой связью и высокоскоростным интернетом. Выставочные павильоны для регионов и ведущих международных компаний уже монтируют. С учетом дальнейшего использования медиа-центра как самого крупного на юге России экспо-центра. Мы с самого начала планировали, что здесь, в Олимпийском парке, в Сочи, должна быть точка, которая бы отвечала всем международным требованиям для проведения форумов, выставочной деятельности, Сочи-экспо. И вот, собственно, наши мечты разбываются. Здесь уникальное помещение, очень удобное, много воздуха, условия для работы. И уверен, что Сочи-экспо здесь закрепится навсегда. Здесь много площадей, здесь высовочная деятельность. Все для того, чтобы регионы и, естественно, край могли показывать свои успехи, достижения, и, конечно, привлекать инвестиции. Все технические вопросы, связанные с подготовкой к форуму и Формуле-1, обсудили на итоговом совещании с участием вице-премьера, губернатора Кубани и ответственных за организацию и проведение обоих мировых мероприятий. Дмитрий Казак подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что королевские гонки и инвестиционный форум в Сочи пройдут на высоком уровне. Инга Габеши, телекомпания ФКТ.